вот вам и рыбалка смотрите ё-моё офигеть смотрите что творится давай блин ё-моё вот грязи ну что друзья всем привет сегодня у нас 11 июня буквально три дня назад я вернулся с рыбалки снова выехали мы на рыбалку снова на речку приехали сегодня на речку в составе трех человек двое из которых это зрители канала так что сегодня будет вы с подписчиками место подсказал нам друзья один из подписчиков здесь такая довольно хорошая глубокая яма что самое главное в яме нет течения так что можно будет закармливаться и пытаться ловить провел также небольшую работу над своими ошибками с прошлого выезда так что сегодня попытаемся еще половить амура я думаю у нас все получится так что всем приятного просмотра давайте начнем вот так вот мы приехали здесь пока все раскидали сейчас я думаю накачаем лодку в первую очередь я думаю расставлюсь штуки 34 закидушки поставлю потом уже буду со спокойной души накачивать лодку сплава это уже посмотрю места где здесь можно расставиться острова поищу также посмотрим попробуем камыш также завязать интересная снасть бутылка на не плетенка здесь штырёчек такой леска через него 1 а когда закидывал вот так держал бутылку а другой рукой кинал и леска отсюда как со шпуле вылетала вот такая вот нехитрая снасти а вот ее и обладатель здесь видите удобный берег идет не обрывистый нежели как там там видите обрывистый берег неудобно ставить закида и яма смотрите идет сразу с обратным течением крутит то есть когда закармливаем кукурузой она не уплывает по течению она в яме крутит и соответственно рыбу приманивает и прикармливает так что я думаю хорошее место для рыбалки это течение вот немного дальше идет метров сколько 20 наверно отсюда основная строя течения здесь вот ямка хорошая смотреть аж из-под на поднимает воду еще две поставлю я думаю все хватит 5 закидушек за глаза плюс там у них у каждого есть свои закида но если что потом могу убрать даже все вдруг мешаться будут клево если на них не будет куда не поставлю там я не знаю на остров вывезу еще куда найдем в общем место я думаю не проблема лодка есть мотор есть это большие возможности на реке здесь замочили сухую кукурузу пока есть пареная будем пользоваться пареной а это пока будет набухать что в дальнейшем и меньше времени говорить пришлось нам сплавали только что туда вверх по течению нету блин там нормальных мест везде миля клипа вот так деревья лежат вдоль берега затоплены камыша вообще нету в одном месте нашли она не пожеваны даже сейчас наверно старое место поеду вниз туда там расставлюсь сейчас поставки свежу новые с резинками в общем сделаю все то на чем я работу провел над своими ошибками я постараюсь правильно сделать веревку купил резинку тоже взял камеру машина в общем сейчас сделаю все посмотрим что получится я через маленькая первая поклёвка какой-то мелочи скорее всего мелочевки дергает о лещ я моё кого-кого на вещь я не ожидал увидеть хороший еще такой лично третий ведь какой подкилушный обычно лещ ночью идет сейчас что-то днем и так залетный какой-то вот первая рыбка за сегодня наша такой вещь сделали поставушки 4 штуки сделали на резинке посмотрим сейчас поеду поставим я думаю парочку точно поставим на старых местах где были пожевки поклевки парочку думаю найдем куда поставить также взял с собой три закидушки тоже на амура с толстой леской 07 тоже где-нибудь думаю по дороге закину их здесь поклёвок пока не было уже сколько часа наверно три стоят закида пару мелких ребёшек и вот вещь один пока тишина сазанчика не было я думаю прикормили мы в любом случае при плывет рано или поздно просто дождаться нужно смотрите приплыли на остров на тот где в прошлый раз ловил амура смотрите моя закидушка стоит я видать забыл ее забрать стоит уже получается сколько четвертый день стоит она здесь четвертые сутки и никто ее не забрал видать поклевка была но уже там явно никого нету ну чё то там обрыв что ли блин как ее вытащить то возьмешь оттуда через дерево нет оттуда четверо суток стояло никто не забрал странно не помыли оно в коряги смотрите как так ее оставить мог но точно моя поводки мои сто процентов и грузило моего сам выливал поставили две здесь закидушки верни одну закидушку и одну поставушку вот на резинке сейчас поедем немного выше там с этой стороны поставлю еще одну поставушку уже дальше думать будем куда поехать еще где поставить с той стороны он народу много прошлый раз могут на этом месте были там сейчас люди стоят палатки стоят там тоже дальше сколько там штук на 5 машин стоит с этой стороны народу нету и вода немного тоже упала по пояс было воды чуть пониже вот таким образом связали уже сколько закинул штуки 4 до 5 вот осталась у нас еще одна штук штук шипит вот он тревожим никуда не денется если поймается здесь кому жеванный свежий сюда закинем вот так вот все теперь будем ждать последнюю поставушку ставим смотрите погода как испортилась туман набежал из пыли нас наверно буря будет резко испортилась буквально за 2 минуты офигеть нифига себе первый раз вижу на реке такие волны даже страшновато немного вот вам и рыбалка смотрите ё-моё офигеть прям холодом таким по спине долбит а там смотрите смешание двух течений как идет где течение и где стоячая вода была стоячая голубая и где течение аж коричневая ну ладно но я думаю на ту сторону уже пора нам переезжать пока ветра нету успокоились вроде более-менее пришлось друзья прятаться за машину чтобы записать погода в общем сильно испортилась дождик ветер тучки набежали непонятные какие-то даже уже такой небольшой град прошел полу град полу дождик сейчас не знаю ветер не стихает пока сейчас жду пока стихнет потом пойду перезакину все закормлюсь поймали двух небольших жерехов одного леща и все в принципе пока поклёвок больше не было я думаю под вечер поедем с вами поставушки проверим на амура я очень надеюсь конечно что что-то там поймается в общем пока как-то так обстановка не очень сейчас я вам покажу вроде уже начал утихать ветер потихоньку но все равно порывами дует палатку он гнет все здесь разлетелось а ветром подуло все раздуло я даже пока не перекидывает потому что тянет там деревья ветки всякие смысл меня сейчас перекидывать думаешь я думаю клюет мы когда ехали вроде волн не был игру клюет то тоже смотри так льет скорее всего непонятная поклевка короче у нас или что можем понять может быть нет сазан два сазанчика ё-моё вот и дождались дуплет смотрите друзья целый дуплет сразу у нас но они между собой перепутаны на она вот никогда ну вот да за весь день смотрите друзья сразу двоих поймали зато там тоже он что-то дергает весь день клево не было абсолютно никакого него сразу двоих даже троих давайте поможем а аккуратней более здесь все по запуталась амурчик или мурчик да давай я зайду блин глубоко здесь не вижу если честно сазанчик по небольшую вроде ну такой подвушку наверно вот три рыбки друзья пока плавали там амуровки чистили самовки ставили вот нам бонус сразу причем на подряд которые стоят три закидушки на них клюнула вот разрыбились размочились а колокольчики улетели наверное да а вот один лежит а те наверно улетели вот эти крайне получается 3 клюнули а те так и стоят сейчас наверное есть смысл наверное я свои парочку сюда поставлю тоже потому что там они все равно весь день стоят за весь день одного леча поймали блин такой небольшой на бойкий был нормальный нормально он устроил бой вот такой вот и лиски сазанчик пойдем друг определять тебя в садок вот такой вот смотрите и лиски сазан сазанчик а мы еще плывем там две закидушки загибает я говорю клюет что ли еще без звука так а товарищ говорит то что видать может волнами из-за лодки они начали дергаться по причине волн а нет оказывается рыбки там сидели три штуки целых сейчас наверно лодку уберем уже затащим к машине притащу ее чтобы ничего не свистнули в ней и уже там вот эти наверное закидушки я переставлю туда в ту сторону а он смотрите кстати сейчас я рыбку положу там по-моему поклевкой карасика наверное какого-то либо в облачке какая небольшая поклевка посмотрим а он она дергает но силы не хватает у рыбы фрикцион строить ну-ка покажи как ты дергаешь ну блин только что дергала карасик хороший карась вот на самом бы ты раньше попался у тебя поставили на сама блин опоздал ты карась жереха порезали такой хороший карась вот он погода друзья нормализовалась дует совсем небольшой ветерок клев тоже потихонечку-потихонечку вроде как активизировался сейчас я уже 2 карасика вытащил на закидушки ну карась к такая поклевка вялая он единство что может немного кончик дергает а так трещотку чтобы растянуть не может поставил себе стульчик здесь сейчас разожгу костер дрова принесли поставим казан будем кушать варить пока там будет кипеть здесь посижу немного понаблюдаю вот за таким закатом офигенным сейчас он еще солнышко пониже сядет вообще будет огонь ну и закидушки посмотрю надеюсь как-никак на вечерний клев посмотрим пока вот так вот день прошел практически весь день тишина была и вот под вечер три сазанчика сразу приехали они уже сидят ну и два карасика здесь я вытащил на вот эти вот закидушки парочку убрал туда самый конец на где выход из ямы идет посмотрим я говорю если там результат будет я уже смысла не вижу вот эти здесь держать закида тоже туда унесем там расставимся сегодня друзья будем варить такой мини-бешпармак национальное казахское блюдо это у нас конина мякоть сюда еще коза ложится сажигания космос нету это баранина косточки ребрышки это тоже баранина задняя ляжка для наваристой сурпы косточки я думаю что не нужно сейчас добавим сюда соли перца лаврушки лука морковку для бульона добавим и будем варить я думаю часа два два с половиной а потом уже закинем сюда тесто тесто там минут пять варится небольшое происшествие было только что слишком широкая яма казан накладился бы половина воды вылилась ну ладно сейчас нальем час солим соли не жалеем так как вода будет выкипать мы будем доливать воду я думаю горошек перец черный и лаврушку положу попозже после закипания потому что образуется пенка грязь пенку я сниму потом закину а иначе вместе с пенкой буду снимать лаврушку и горошек снова друзья такая мини поклевка скорее всего 5 карасик опять верхушка увидел дергается а это я задел вот это на карасик маленький ну видать на кукурузу говорю на корм пришел карась под вечер ухты чуть не упал он такой карасик смотрите друзья какой офигенный закинуть тишина штиль полный ветра нету ветер кончился как на речке а наконец-то на мою закидушку поклевка берегу как могу блин далеко стоять я уже перебутся не хочется конечно буду нырнуть блин в этот ушел в корягу посвятите фонариком возьмите нырнул но вроде не крупный блин в коряге он там ой 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 я прям чувствую как по ветке водит ну выходи давай в общем решили мы на лодке наверное сейчас попробуем вытащить никак не получается с берега он под корягу зашел я не знаю видно вам будет нет то что есть фонарик может получится сейчас как-то были нас тянет по течению никогда как ушел я не должен он там просто в корягу зашел да вот видно на я буду держать а он маленький вообще ё-моё двое что ли дуплет один карасик один сазанчик смотрите хоть достали а это то это она же уже с крючком сейчас я вылезу так проще будет вас посвятить вот они в общем друзья двое кто нас завел корягу карасик и сазанчик теперь смотрите что получилось у нас такое блюдо всем приятного аппетита такая вкуснятина всем доброе утро сегодня встали рано солнышко еще не стало за ночь у нас было пару поклевок вытащили одного судачка я уже не снимал его я уже отдыхал лежал спал увидел как вытащили и вытащили тоже на крайне закидушки одного сазанчика тоже не снимал его камеры не было под рукой уже так побежали на поклевку вытащили его чтобы в корягу не увел вот как то так сейчас все перекину закидушки перекинем поплывем сплаваем посмотрим на поставки конечно очень надеюсь что что-то там доклюнуло поймала сидит ждет нас вот так посмотрим но если тишина будет и здесь и там за утро клёво никакого не будет тоже будем думать действительно собираться ехать на канал последний день хотя бы с пользой провести попробовать половить там рыбу если здесь ее нету чтобы просто так не ждать день не терять тем более последний день уже вечером домой выезжаем вот как то так пока кукурузу сварили ночью он доваривается там можно сказать уже готовы она я поставил там сверху немного твердая снутри в толще она уже готова так что кукуруза у нас есть я думаю проблем не составит на канале рыбку поймать единство вот собирать все грузить тоже время занимает достаточно много посмотрим в общем сейчас сплаваем и там уже видно будет дальше что будем делать друзья вытащили вот закидушку она берегу была прибита поклевка была но блин сход немного размотана была вот так вот две самовки проверили на одной то ли поклевку то ли что-то было тоже потому что не было нарезки и грузила выдрано было а вторая целая сейчас там амуровки пойдем проверим там блин коряга какая-то прям где мы закидывали откуда-то появилась не знаю собрала нет она леску там все посмотрим сейчас съездили проверили все на месте в общем она поклевка была немного стянула под берег закидушку камыш слетел и все на этом больше поклевок не было остальное все на месте мотор тоже что-то затроил не знаю сейчас буду разбирать свечи выкручивать смотреть что там с ним хорошо что вверх уехали вниз по течению аккуратненько сплавились вообще не тянет смотрите вот друзья выкрутил свечу одно получается верхнюю а вот этого контакта здесь нету я не знаю как он называется такая пипка маленькая торчит который здесь искру принимает либо дает наоборот я не особо разбираюсь она была прилеплена к этой маленькой железячки не и сковорнула так и она отлетела и сама свеча я не знаю такое ощущение что подпали на прям сильно-сильно подпалено поплавилась что ли конечно не в курсе бензин 92 вроде в чем причина этого масла тоже нормально вроде разбавил побольше даже налил чуть-чуть так как мотор новый сейчас поставлю новую свечу попробуем посмотрим поставил новые свечи которую родные были в комплекте те запасные стояли прошлый раз я тут с маслом переборщил немного эти залила меня дома прогрел нормально сейчас попробуем надеюсь что все исправится и заработает потому что не хотелось бы чтоб осколочки вот эти этой пипочки оказались двигатели внутри там цилиндрах заработала друзья заработала сейчас аккуратно поеду снимать поставки все и поедем на канал я уже сказал ребята приехали мы друзья в общем на канал и свободное место свободная ямка место конечно немного для удочек но посмотрим я думаю рыба здесь есть до вечера пор бачим до домой поедем здесь сразу ямка идет глубина хорошая в этом месте и вот второе место под рыбалку как раз от закидушки все дальше уже не будем где ставить здесь займем и вот там маленький пятачок только что вот буквально только мы подъехали и машина тоже подъехала сюда хотела стать как во время мы подоспели сюда все давайте потихоньку расставлюсь я думаю 4 закидушки где-то здесь поставлю 45 я не знаю там оторвал блина или есть нет у меня грузила если хватит пять штук поставлю здесь течение не сильно закормлюсь повыше немного кукурузы осталось еще и сыра в принципе есть если что я думаю сиклев хороший будет то до завтра останемся никто думаю против не будет но если слабенько туда вечером домой тогда поедем вот так вот где-то поклевка колокольчик зазвенел у товарища скорее всего посмотреть ничего нету ушел тоже уже вторая поклевка и рыба ушла там тоже у меня сазанчик один ушел знаете ножку клюну может под вечер наладится не знаю как он так плюет что он убегает пара я уже минут где-то 10 прошло наверно с 1 поклевки его подвели к берегу у меня не было просто рядом ему берегу товарищи подвели и он у них ушел уже хоть что-то хотя бы две поклевки что уже не часа три наверно дня мы приехали сюда часов 12 наверно пока закинулись там плюс-минус в час часа два вот закида стояли тишина полнейшая было а вот он ловил товарищ кого только что сошло карасей а здесь у меня вообще тишина ни одной поклевки не было его 10 минут назад сазанчик ну вот на эту по моему да вот на эту не все вот он сошел под берегом второй сошел было три поклевки у меня и все три благополучно я прозевал пока камеру достал пока добежал в общем рыба сошла во всех трех случаях сейчас вам . идет сюда с дождем с громом а вон видно на горизонте дождь идет тоже полосы такие темные не знаю сейчас кресло поставил себе здесь машину больше не хожу здесь сижу караулю пошел сильный ливень сильный ветер побежал я в машину а то я сейчас весь мокрый буду ё-моё поливает подождем нож не кончится пойдем дальше рыбачить нож вода кислородом насытиться крик начнется сейчас закидушку поклевка давай блин ё-моё вот грязи ухты дать сазанчик блин фрикцион на этих обрах непонятно если честно не видно даже кто-то сазанчик вроде осторожней я вижу его вроде просвечивать желтизной второго да ушел вот здесь он вот здесь вот он блин какой шустрый небольшой шустрый такой вот он первый сазанчик пойманный на канале на этом а так уже получается пятая поклевка сазанчика было вот он он небольшой но приятно друзья поклевка наконец-то на одной из закидушек вон он я вижу небольшой сазанчик что он идет как-то вяло не знаю в чем причина то ли в омарок упал то ли чё активировался блин и запутал с этой закидушкой кстати закинул я вот эту закидушку ну практически на тот берег там трава идет которые ближе а здесь вот ямку кормим поклевок съемки нету вообще никаких вот хороший сазанчик побольше остальных все пойдем как тебя бы взять чтоб крючок палец не воткнуть вот такой вот получается уже второй наш сазанчик вот такой кто-то дернул на вот эту закидушку мелочевка скорее всего какая-то не знаю давайте посмотрим кто то есть но непонятно опять гром начался дождь капает потихоньку карась карась поймался вот и карась как как ну ему же нужен карась вот мы ловим да крупный карась ни фига сверкает молния вот такой вот карасик и крупный практически по локоть особенно до кисти офигеть кром потихоньку опять портится погода сейчас смс к пришла здесь сеть ловит штормовое предупреждение ай-яй-яй-яй блин вот эти три штуки я прям под берег закинул здесь вал резкий идет и вот оттуда сейчас поклевывает а до этого с того берега плевало как-то переменчиво клюет в общем то там то здесь непонятно не угадаешь нужно искать шахматном порядке бросать и смотреть где будет брать вот такой вот карась вот такой вот карасела вот такой вот когда что то есть вот 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 он веселых наш немного конечно ну все что есть вот он там еще два карася и сазанчик застряли сколько получается 1 2 3 4 5 6 7 8 8 сазанчиков здесь четыре штуки до ушло ну все в принципе 8 12 было бы а так 8 стало иду потихоньку сматывать закидушки да будем уже выдвигаться домой друзья так что вот такая вот у нас получилось на сегодня рыбалка а какая уже она оценивать ее как обычно вам так что ставьте лайки пишите комментарии если вам понравилось я очень конечно надеюсь что вам понравилось вас с вами уже увидимся на следующей рыбалке как обычно так что всем пока друзья мы домой